Сегодня замечательный праздник, праздник уникального нового продукта компании Курал Клаб. И я рада, что вы, счастливчики, именно сегодня пришли, вы сумели попасть на эту уникальную лекцию. Сегодня презентуем продукт, который нужен тем людям, у кого есть сердце. Поднимите руки, у кого есть сердце. Поэтому этот продукт на самом деле гениальный продукт, нужен всем. Поэтому встречайте, уникальные, уникальные люди, просто фантастические люди, врачи с большой буквы. Он, профессор, заслуженный врач России, кардиолог, Владимир Матвеевич Подхамутников. Его очаровательная супруга, врач, герматолог, генеролог, кандидат медицинских наук. Ольга Владимировна Подхамутникова. И именно сегодня вы узнаете, что это такое уникальный новый кардио-бак. Что правильно, как его применять, какие вы получите результаты. Итак, из первых уст мы очень предпочитаем вот эту замечательную лекцию. Можно я возьму? Да, можно. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер всем. Добрый вечер всем. Это наш слава. Добрый вечер. 29-го. 29-го числа будет Всемирный День Сердца. Представляете, наша компания идет в ногу с миром, со временем. Это здорово. И то, что мы сегодня вам расскажем об этой продукции, кардио-бэк, это как раз к Всемирному Дню Сердца. Это не самая главная система. Это система всех систем. У нас нет главных, нет второстепенных. У нас каждая система выполняет свою функцию. И у каждой системы есть свое предназначение. Ну, конечно, если бы у нас не было транспортной, такой придуманной природой системы, то вряд ли бы мы смогли жить с вами, существовать и выполнить те массу своих функций, ну, которые нам отвела природа. Сердечно-сосудистая система представлена из сердца и, естественно, сосудов. Само по себе сердце – это мышечный орган. Это своего рода насос. Его главная функция – перекачивать кровь. И вот здесь, на этом слайде, хорошо видно камеры сердца. То есть это насос и клапан, и прочее, прочее. То есть это, казалось бы, на первый взгляд, простая, одновременно и сложная система. Я в эти сложности вас посвящать не буду. Главное, поймите, это насос. Насос, который работает с момента вашего рождения и до момента окончания вашей жизни. И никак это сердце не находится в абстрагированном состоянии от всех других наших клеток, наших органов и других всех систем. Посмотрите, на этом слайде показано, что само сердце тоже обеспечивает жизнеспособность и обеспечивает сосуды, которыми оно тоже окутано. Поэтому, когда мы говорим о сердечно-сосудистых проблемах, мы должны понимать, речь идет не о сердце, как о насосе, а о целой системе. Целая система, которая включает в себя сосудистое русло. Порядка 160 тысяч километров сосудистых наших образований, которые есть в нашем организме. И они, конечно, должны функционировать достаточно эффективно, чтобы мы с вами безболезненно и качественно жили. И наше сердце выполняет колоссальную работу. Просто вам маленькая справка. Вот только за одно сокращение сердце выбрасывает где-то до 100 миллилитров крови. За один час 360 литров. За день от 7 до 10 тонн. Представляете, какая работа? А если посчитать за всю жизнь, это порядка 30 железнодорожных цистерн, вот столько крови сердца перекачивается. Причем оно выполняет эту работу, когда она находится в спокойном состоянии. А если вы дали нагрузку физическую, психоэмоциональную, естественно, нагрузка и работа будет гораздо больше. И вы прекрасно понимаете, чтобы выполнять такой огромный объем нагрузки, сердцу нужно хорошее, адекватное питание. Посмотрите, она совершает около 100 тысяч ударов. 100 тысяч ударов. Посмотрите, энергия. В один день. Сколько производит энергии это автомобилю на 32 километра. Сколько нужной энергии сердце вырабатывает за только за сутки. И вы скажете вопрос к вам. Нужно помогать ему в обеспечении этой энергии? Или это просто тогда, когда он начинает уже сдавать? Когда вы начинаете вдруг о нем задумываться, и многие из вас сейчас, я знаю, сколько зададут вопросов по поводу нового продукта, новых вот тех, каких-то, может быть, сведений, или какие-то информации для вас. Что это на сколько и как долго? Когда начинать? Когда начинать? Сколько мне принимать? Посмотрите, пожалуйста, вот просто глазами обывателей. И полюбите свое сердце. И полюбите свое сердце. Причем оно размером вот с такой кулачок. Каждый из вас сожмите кулачок, и вы увидите, какое сердце, а посмотрите, какую работу делает, обеспечивает кровью 75 триллионов грешек. Вот задумайтесь сегодня о величии того момента, в который вы сейчас попали, и что с вами сегодня происходит. И задумайтесь еще над одним удивительным вопросом. Вот у сердца нет даже ни одной минуты отгула. Мы по работе можем пойти в отгул там день, два, три, а здесь ни одной минуты. Если сердце остановилось на одну минуту, это катастрофа. Я вам говорю, как кардиолог. Это даже на секунду, наверное. Ну, у нас еще есть время. Есть еще время. Вот посмотрите на эти факторы, они наверняка не все, но выбраны такие значимые, важные факторы. Которые влияют на работу сердца. Вы знаете, в перечисленных у кого-то кто-то скажет, ну я не курю, я не употребляю алкоголь. Но есть очень важный здесь фактор, который значится с питанием. Важный фактор, который значится с движением. Мы с вами далеко уже не охотники. Мы далеко не нагружаем себя теми физическими нагрузками, которые, когда создавалось сердце, человек жил совершенно в другом ритме, в другом качестве. Поэтому наша гиподинамия, наше питание, наше пристрастие к тем сегодняшним продуктам, они сегодня называются грязная сорная еда, они действительно делают очень страшные вещи для нашего сердца. И, безусловно, все, что там называется высоким артериальным давлением, я хочу вам сказать, это компенсаторные вещи. Повышение давления – это решение стратегических задач вашего организма. Но если это высокое давление, то узнаете, что сердцем уже есть какие-то проблемы. И в отношении гиподинамии я хочу вам привести одну маленькую справку. Последние исследования японских ученых показали, если человек в возрасте после 60 лет проходит каждый день более 6 километров, то у него есть 95% шансов дожить до 80. Вы поняли? Я вижу здесь много людей мудрого возраста, поэтому каждый день гиподинамия вам не к лицу. Более 5-6 километров в день проходить, и тогда ваше сердце будет работать. Нормально, красиво. Я хочу вам сказать одну печальную историю, которую сейчас мы, в общем-то, этими историями владеем, нам постоянно об этом идут сведения. Морозовская больница создала сосудистый центр по реабилитации детей с сосудистыми катастрофами. Полутора годовалые пятилетние дети поступают с инсультами. Мы сегодня знаем состояние болезни Паркинсона у 13-летних детей. Мы сегодня знаем сосудистые катастрофы, которые практически не распознаются, считают, что это особенность детского сейчас периода. На самом деле это действительно катастрофа. И вот буквально позавчера из региона пришло мне сообщение. Мама ребенка, подростка, который занимается водным полом, встревожилась она, у него стали... Ну, мерзнут руки, и я говорю, нужно посмотреть отделы позвоночника, за счет чего они мерзнут. И она мне присылает несколько фотографий внезапной смерти детей из команды вот этих... 15-летний мальчишки. 15-летний мальчик. Во время тренировок внезапная остановка сердца. И она говорит, вот сегодня, на сегодняшний день, у них 4 ребенка из волгоградской команды во время тренировок, во время спортивных занятий погибают от сосудистых катастроф. Поэтому, когда мы говорим о подвижности, так кто-то и движется быстро, как эти дети ватерплоп. Но посмотрите, здесь есть очень интересная вещь, верните, пожалуйста, на наш лайк, нарушение водного баланса. И другая информация, я общалась с остеопатом, к ней пришла на прием девочка 20-летняя, она чемпионка мира по гимнастике, с проблемами позвоночника и суставов. И она первый вопрос задала, скажите, пожалуйста, сколько воды вы пьете? На что девочка сказала, больше стакана нам не разрешают в день пить воды. Поэтому вот этот вот, я считаю, такой затертый, ну не нам только фактор, как мы коралловские, все потребители знают, что для нас значит вода. Я вам сразу хочу сказать, официально заявляю, это один из главных факторов, я бы его поставила вообще на первое место. Именно причина развития сосудистых катастроф. Будьте предельно внимательны, мне показывает сегодняшняя моя практика, мы с вами просто, катастрофически, даже здесь все сидящие, не допиваем воды, а густая вязкая кровь, это та же сосудистая катастрофа. И посмотрите, вот эти побеждающие факторы, постоянная нагрузка негативных факторов, чем она заканчивается? Вы знаете, не надо быть кардиологом, не надо быть терапевтом, надо просто быть, соответствовать своему статусу, как гомо-саперенс. Если вы гомо-саперенс разумеете наверх, и понятно, что может вызывать те или иные катастрофы, обратите, пожалуйста, внимание, это совокупность, постоянная нагрузка, плюс те факторы, элементарно начните пить воду, вы уже себе сделаете благое дело. И вот здесь показана как раз на слайде та ситуация, когда нарушение именно сосудов сердца приводит вот к тем неблагоприятным последствиям в виде инфаркта. Вы видите, вот, пожалуйста. И одна из причин оправдывания таких сердечных, бляшек в сердечных сосудах является, как ни покажется вам странным, это хроническое обезвоживание и злоупотребление углеводами. Конечно, такая картинка страшная, конечно, она печальная, но ее можно возвращать, и с ней можно, конечно, находить место, как с этим быть. Просто маленькая еще информация о том, какое же место занимает сердечно-сосудистые проблемы среди всех причин смерти. Так вот, они занимают ведущую позицию. И это, если принять во внимание, что мы каждый раз слышим новые методы диагностики, новые методы лечения, новая фармация, новая, 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 казалось бы, должно снижаться, а не снижается. А не снижается по той одной пристине, что наше население не допивает воду, наше население находится в состоянии гиподинамии, и наше население находится в состоянии дефицита микроконтролентов. И наше население находится в избытке употребления быстрых углеводов, те, которые сегодня просто заполонили наши дома, наши столы, наши рационы. И действительно, я сегодня вам официально заявляю, что это одна из катастроф, которая просто уносит миллионы людей, потому что тихо, вялая, сладкая смерть в виде сахарного диабета и нарушения разных форм ее как ожирения и все остальное, вносит вклад в сердечно-сосудистые... И мы имеем полное право на это заявление, потому что в течение предыдущего полугодия у нас был опыт напрягения за пациентами более тысячи человек, которые изменили ритм своего питания и качество питания. И как это ни покажется странным, у них нормализовался уровень холестерина и снизился риск атеросклероза в несколько раз. Вот это, ну, как бы факт, который, ну, неоспоримый. Это не один человек, не два, а более тысячи человек. И, конечно, когда мы говорим о том, что нужно нашему сердцу, что нам нужно нашей сердечно-сосудистой системе, в первую очередь задуматься о тех предоносных факторах, которые они присутствуют. И вы знаете, я вам сразу скажу, на каждого человека, на каждого присутствующего даже здесь, не найдется врач, не найдется консультант. Хочу вам по секрету сказать, что среди врачей сердечно-сосудистая катастрофа тоже представлена очень часто, потому что сапожник без сапог. И это то, что мы с вами проводим, мы проводим такую разъяснительную, воспитательную работу, это говорит о том, что мы с вами на правильном пути, потому что отказаться от вредных привычек, это в ваших руках, вести подвижный образ жизни, заняться... Это вам по силам всем. Это вам по силам следить за водным и балансом питания, это ваш гражданский, человеческий. Вообще просто, ну я не знаю, какой долг, каждого из нас оставайтесь в долгу перед самим собой. Вот кажется, вот эта вот фраза следить за водным и балансом звучит банально, и для людей, у которых проблемы сердца, на слуху, надо принимать сердечные таблетки, надо то, другое, ничего подобного. Вот что надо делать. Потому что вот правильный баланс и правильное питание, это хорошее качество крови, это хорошее движение крови по сосудам, это хороший транспорт кислорода к вашим клеткам. Тогда сердцу ничего не остается выполнять свою предназначаемую функцию. Вот на миг задумайтесь. Мы следим за квартирами. Следим. Мы следим кто-то за машинами. Следим. Но за машинами все следим. Техобслуживание это обязательно. Но мы живем не в квартире. Мы ездим не на машине. Мы живем в своем теле. Это наша машина. Это наше транспортное средство. Мы ездим в машинах своим транспортом. Наш транспорт это мы с вами. Мы рвемся ухаживать за домом. Мы платим какие-то ипотеки. Выплачиваем жилье. Тратим всю свою жизнь на обеспечение совершенно других нужд. Поменяйте, пожалуйста, фокус. Посмотрите, что вы живете в своем теле. Вы живете с этими органами. Вы живете с этими системами. Вы живете со своим сердцем. Другого сердца. Какую помощь вы оказываете своему транспорту и своему движку? Поэтому, когда мы говорим сегодня о компонентах, которые необходимы для жизни сердца. Посмотрите, они здесь назначены. Это основные компоненты. Тут еще можно много чего перечислить. Но мы остановились именно на этих компонентах. Потому что они наиглавнейшие. И имеют наивысшее значение в жизни и работе нашего сердца и сосуда. Мы исходили из позиции, во-первых, синергизма. Для того, чтобы эти компоненты не входили в конфликт с друг с другом. Поддерживали друг друга. Мы выходили из максимальной эффективности каждого компонента. Потому что каждый из вас, особенно кто-то одно занимается. Нутрициология знает хорошо возможные сосудистые строения и сердце. И знаете, что там очень много чего нужно. Но для того, чтобы это был удобный способ получения и приема эффективных компонентов, они сегодня значатся вот так. Что будет завтра, послезавтра, время покажет. Но если даже сейчас вы задумаетесь о том, что калий, он необходим как регулятор водно-солевого обмена. Магний нам нужен как микроэлемент, макроэлемент для снижения сосудистых и сердечных катастроф. Таурин это аминокислота, которая дает энергию сердечной мышце. И конечно, это энзим-К10, это тот убиохинон, это тот донатор энергии, который нужен всем клеткам. Но такому важному. Работающему органу концерта в первую очередь. И вы видите, что действительно, наверное, это самый доминирующий орган в нашем организме, который выполняет такую мощную физическую нагрузку. И вот, конечно, когда поставлена была такая задача, она была обоснована потребностью. Опять-таки, вы видите, какая статистика во всем мире смертности. Это отзвуки и просьба потребителей, которые, ну, все вы волнуетесь. Вот самое страшное, вы не боитесь ослепнуть, многие. Не боитесь оглохнуть. Не боитесь остаться без колена, там еще без какого-то органа. Но как только станет вопрос о сердце, у всех сразу, ну, правильный сигнал. Потому что, ну, сердце остановилось, хотя могут остановиться и легкие, может отказать от печени почки. Но даже мозг не так вас страшит. А самое страшное, это, конечно, проблемы с мозгом, но это сейчас не об этом. Так вот, именно родился кардиопак из цели, из потребностей и максимальной эффективности. Чтобы вам это было просто и понятно, поэтому мы вам так разжевываем, именно составляющие кардиопака. И над созданием этого комплекса мы работали не один день и не один месяц, а несколько лет. Потому что мы оценивали, насколько тот или иной отдельный продукт влияет на работу сердца и сосудов, как они вместе работают. И вот такое вот сочетание как раз связано с тем, что каждый из этих продуктов поддерживает друг друга, усиливает друг друга. И тем самым, даже в небольших дозах, их эффект на порядок выше. Более того, я хочу сказать, что все вот эти составляющие есть в фарбакологических препаратах. Вот эти все обозначенные участники, они есть. Но они находятся, препараты под другим названием, в очень маленькой дозе. И, как правило, они лежат еще на основе каких-то химических компонентов. Наши же продукты, они находятся в чистом виде, они находятся в хорошей дозе. Они дают возможность более эффективно и качественно сообщаться. Потому что именно между ними сейчас вот в этом как раз и продукте удалось собрать именно вот этот синергизм. Потому что если вы попадаете, не дай бог, к клиницистам, к терапевтам, к кардиологам, они будут вынуждены назначить вам какой-то один из препаратов, либо решать вашу ситуацию по состоянию здоровья здесь и сейчас. Поверьте нам, механизмы здоровья очень тонкие. Очень тонкие. Они настолько взаимосвязаны и настолько требуют терпения, в отличие от механизмов болезни. Вот болезнь идет в состав по рельсам и сошел под откот. Вот он когда болеет, идет, он дает какие-то знаки, но вы не реагируете. Но когда он уже свалился под откот, вот и случилась болезнь, случилась катастрофа. Этот паровоз надо вытаскивать. А вот когда идет состав по рельсам, тут много факторов должно быть. Тут качество пути, здесь качество электричества, здесь масса-масса каких факторов. И в этом сложность. Потому что когда вы приходите уже с проблемами болезни, вы начинаете. Вот мы провели сейчас прямой эфир 3 дня назад и пошли, вы посыпались в вопрос. А можно ли после инфаркта? А можно ли в острой стадии? А можно ли детям? А можно этим? А можно... Ребят, все можно. Мы сейчас с вами говорим о профилактических вещах. И помощи тому уже составу, который достали. Как достали его из-под откоса? Ну достали, повезло. Не умер, что называется. А вот достали, и когда человеку отлегло, он говорит, а все хорошо, мне стало хорошо. Зачем мне все это дальше продолжать пить? Я думаю, что это не та аудитория, она хорошо понимает, что это действительно те факторы, которые нам нужны в режиме, в постоянном режиме. Очень многие задают вопрос, а можно это за месяц все пропить? Он рассчитан на два месяца? А можно за месяц? Я говорю, можно за день даже. Открой все банки, высыпи. Полежал, очнулся и сказал, все хорошо, сердце теперь пусть работает до 150 лет. Еще очень важный момент. Вы должны понять, что это не лечение, это не лекарство. Это помощь вашим сердечным клеткам. Вы помните, ну и сосудам. Вы помните, какую огромную работу они выполняют, и сердце, и сосудам. И если им оказывать хотя бы вот в таком виде помощь, они сохраняют свою заработоспособность на долгие еще годы. И они вас отблагодарят вашим активным долголетиям, вашим долгожительствам. И, конечно, составляющие этого кардио-пака представлены вот теми базовыми продуктами, которые мы с вами уже сказали. Всем вам известный пентакан. Вы знаете, у меня всякий раз, когда я беру в руки этот продукт, когда я его употребляю, когда я о нем говорю, у меня внутри вот такая благость, у меня такое удовольствие. От того, что мы причастны с вами, к уникальнейшему вообще вот на ней представьте, такого продукта на рынке нет. Слышите меня? Калий есть. Калий есть в растениях, калий есть в зеленом продукте, калий есть в бананах, калий есть везде-везде, калий есть в химических препаратах. Калий это макроэлемент, нужный для жизни. Ну, где его взять? Где его взять то качество, да еще довести до ума и еще довести до суток. И чтобы он попал в клетку. И чтобы он попал. Без него наша жизнь практически сводится к нулю, потому что калий-натриевый насос это основа нашей жизни клетки. Поэтому, когда мы слышим такие вопросы, я не могу пить пентакан, у меня повышается давление, мне начинается учащаться сердцебиение, мне начинается плохо, мы говорим, хорошо. Потому что он начинает работать, он начинает показывать. Повысилось давление, значит вам показывают катастрофу, которая у вас есть, вы чего пугаетесь. Это очень хорошо. И если вы его не добираете, потому что суточная потребность калия, суточная потребность 3,5 грамма. А беременной женщине, которая за двоих выполняет функцию ее сердца, представляете, у нее сердце, еще у ребеночка сердце уже появляется. Оно на четвертой неделе внутриутробной жизни у ребенка уже появляется, оно уже работает. И вдруг начинаются какие-то вопросы. Так вот 3,5, 4,7 грамма в сутки потребность. Посмотрите, у нас одна таблетка 425 миллиграмм. То есть по большому счету это 10 таблеток. 10 таблеток. 10 таблеток. Но мы прекрасно понимаем, что вы калий какую-то дозу получаете из пищи, поэтому вполне достаточно. Одна, две, ну кто-то три таблетки. Это в зависимости от ваших индивидуальных особенностей. И поэтому в кардиопаке у нас находятся 3 туба. Рассчитано как раз на 2 месяца. Рассчитано на 2 месяца, чтобы вы понимали и себя учили принимать. Мне часто задают вопрос, я только могу пол таблеточки. Я говорю, лучше через таблеточку через день. Это все, значит что-то вскрывается, вам нужно об этих вещах однозначно знать. Но он в постоянном режиме должен у вас быть. Конечно, когда мы говорим о коэнзиме, коэнзим сердца, тут прямо конкретно говорит, что это защита от старения. Да, старость наступает, вы знаете, по каким признакам? Когда говорит человек старый, он какой? Вялый, правда? Не энергичный. Скажите, пожалуйста, сегодня можно эту же фразу сказать молодым людям? Да, можно. Ох как, дожились. Я знаю, как многие коралловцы уже кому за определенный возраст дают фору тем, которым 30+, да, 20+. Почему? Потому что действительно сегодня старение тотальное, это окислительный стресс, это дефицит той энергии, которой не хватает нашим метафондриям, и которой действительно наша старость, это действительно старение по дефициту энергии. И в чем особенность коэнзимы Q10, это как раз тот предшественник образования АТФ, главной молекулой, энергетической молекулой в наших клетках, и он полностью, стопроцентно усваивается. Те, кто в мудром возрасте вспоминают в свое время, было очень модное лечение кокорбоксилаза. И АТФ было. Так вот это на порядок лучше, кокорбоксилаза. Потому что как кокорбоксилаза нужно доставить было в клетку, доставлять ее было нечем. Сегодня мы имеем шикарный, я бы сказала, один из лучших вариантов коэнзима, потому что у него есть масляная основа, у него очень хорошая доза. И сегодня мы говорим о сердце, сердечно-сосудистой системе, но я вам хочу сказать, это практически все клетки, которые... Но в первую очередь наш организм так распределяет все эти нутриенты. Тот, кто больше работает, тому и больше питания. Там по справедливости. Конечно. Костям он не достанется в первую очередь. Сначала пойдет, возьмет сердце, возьмет легкие, возьмет мозг. Поэтому когда мы говорим, ой, а какую дозу я вот пропил в 1920 году, да, когда Ленин с Крупским дружили, и вот теперь опять что-ли мне это пить? Да вы что, у меня пенсия маленькая, и вообще вы о чем говорите, и вообще я уже устала это пить? Ну не пей, пожалуйста. Я-то здесь при чем? Объясните свои вещи. Сердце нам скажет, хорошо, я прекращаю работать. Договорились. Да, следующий компонент, который есть, и вы знаете, вот эта аминокислота, это конечный продукт из незаменимой аминокислоты, есть такая аминокислота метионин. И вот это последний уже шаг. Поэтому если вы не едите продукты животного происхождения, тоже большой вопрос, как получить турию. Потому что таурин имеет вот последовательную реакцию, есть матушка метионин с папочкой, и поэтому образуется вот эта аминокислота таурина. И, конечно, все эти люди, которые подвергают себя разным истязаниям, я не буду на них указывать, они испытывают очень большой дефицит по таурину, потому что метионин они не съедают. Это продукт аминокислота животного происхождения. Этот продукт имеет многогранное воздействие на наш организм. Не только на сердечную мышцу, очень хорошо он влияет на сосудистую стенку, предупреждая образование атеросклеротических пряшек, а там, где есть, способствует их некоторому уменьшению. Хотя для формирования уровня холестерина имеет очень много факторов, и все страсти, которые рассказывают вам о вреде масла, сметаны, продуктов источника, это вообще не в ту сторону, это вообще миф, которым мы пользуемся, живем и делаем еще худшее себе состояние, потому что холестерин внутри нас синтезируется, тот, который нужен нашему организму. И таурин как раз участвует в этих процессах, участвует. Самое интересное, самые дорогие корма для кошек и собак в обязательном порядке содержат таурин. Ну, кошкам, собакам, конечно, нужно зрение лучше, сердце лучше. Сердце должно быть хорошее. Вы знаете, у меня была тут интересная такая история у нас, у знакомых. Нужно было оперировать собачку, зубы сделать. И сейчас очень все продвинутые эти ребята, которые занимаются животными, они сказали, собаки будут давать наркоз, поэтому нужна консультация кардиолога. Ну, хозяинка говорила, скажите, пожалуйста, а сколько стоит консультация собачьего кардиолога? И когда она услышала цену, что цена больше, чем сама операция, она говорит, у нас есть знакомый профессор, кардиолог, мы проконсультируемся у своего друга-приятеля. А представляете, сколько людей хотят, чтобы собаки и кошки вышли из наркоза? И собачий кардиолог должен закатить глаза в потолок и сказал, да, таурин вашей кошке и собаке, поэтому берете дорогие корма, кормите собачку. А там у всех находится таурин, чтобы кошка не ослепла, чтобы у кошки и собаки не отказали почки, и, конечно, сердце было хорошо работающим образом. Причем таурин влияет не только на сосуды сердца, а вообще на все сосуды. Поэтому он обладает именно таким многогранным действием на всю нашу сосудистую систему. Когда мы говорим о магнии, это не только антистресс. Посмотрите, это тот тоже макроэлемент, как и калий, как и водород, как и кальций, кислород. У нас очень большая линейка необходимых условий для жизнедеятельности. И то, что выполняет магний в нашем организме, тут перестанешь даже все восполнять и читать, потому что он просто нам необходим также в уже суточной потребности. Комбинация с калием – это очень хороший профилактирующий фактор нарушения жизненно опасных аритмий. При дефиците магния возникает различное судорожное состояние. При дефиците магния возникает спаза сосудов и повышение давления крови. Я когда начинал свою врачебную деятельность, я много работал в бригаде скорой помощи, в частности кардио-бригаде, так вот там мы очень широко использовали серно-кистную магнезию. Мы ее использовали внутривенно при различных гипертонических состояниях, при различных проблемах с сосудами головного мозга и при различных возбудимых состояниях. Поэтому магний оказывает очень многогранное воздействие. Причем я хочу сказать, что очень важно иметь макроэлементы, вот то, что мы о чем сейчас микроэлементы, именно органического происхождения. Потому что когда вы слышите название микроэлемента, или особенно вы начинаете у каких-то поставщиков брать более дешевого, более, казалось, название слышите, на цену смотрите и говорит, а я взял подешевле. Бойтесь, пожалуйста, этих вещей, потому что все дешевые продукты, они, как правило, идут не того качества. Так тут можно попасться на дешевые макроэлементы, касающиеся магния, неорганического происхождения, как и кальций, в принципе, как и калий, который для вашего организма не принесет никакой пользы, а только вреда, потому что это неорганически возникает конфликт. Здесь же формы, которые мы имеем сегодня в своем арсенале, они достойны уважения и достойны внимания. И вот смотрите, что такое кардиопак. Кардиопак – это вот такая коробка, в которой есть все для того, чтобы получить энергию для сердца, чтобы отследить давление и сердечный ритм, и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Да, вот такой сложный, потому что новый, наверное. Поэтому ты, ну, открывай, 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 открывай. Да нет, не буду, я открою. Попроси, открою. Да, открою, открою. Еще один очень важный момент. Нам часто задают вопрос. А почему в кардиопак не включили омега-3? Мы над этим вопросом очень много думали и работали. По всей логике нужно было бы включить омега-3, но здесь вот все эти 4 компонента, которые включены, они отличаются тем, что очень четкое сочетание друг с другом. Нет никаких противоречий между собой и усиления друг друга. У омега-3 тоже нет противоречий, но здесь стал вопрос ликвидности этого набора. Ты сам себя заговариваешь, по-моему, да, чтобы не открыть коробочку? Нет, все равно зажгнемся. Открывай, пожалуйста. Давай другую. Ну, будем так, после этого. Посмотрите, в наборе кардиопака имеется, о чем мы сказали, комплексное действие, удобная форма и четкая последовательность. И, конечно, набор по стоимости. Это очень выгодный компонент. Конечно, там такая изначальная доза, которая дает вам возможность принимать это на протяжении двух месяцев. На протяжении двух месяцев. Там три упаковки пентакана. Там все по стандарту, который дает возможность действительно пользоваться вот таким набором. Стоимость обозначена здесь на слайде. Вы уже имеете возможность приобрести и к сегодняшнему празднику, который вот у нас сегодня находится в таком красивом зале. Мы сегодня не первые уже по нашей территории коралловой страны. Уже праздники прошли в очень многих регионах, странах. Но мы с вами сегодня испытываем такую радость и гордость, что подобный продукт зашел на нашу территорию, нашей любимой компании. Итак, встречайте, Клавдия Павловна. Я хотел бы предупредить вопросы, которые вы хотели бы задать. В частности, очень часто задают такой вопрос. А есть ли какие-либо противопоказания? По большому счету, противопоказаний нет. Дальше такой вопрос. А как долго принимать? А как долго вы хотите, чтобы ваше сердце билось отчаянно? Я бы ответил на этот вопрос. А как долго вы хотите помогать своему сердцу? Если вы хотите помогать один день, но оно день поработает комфортнее. Если вы хотите помогать своему сердцу два месяца, оно два месяца будет вас благодарить. Это вопрос, который вы будете решать сами. Передозировка бывает? Может быть? Нет. Передозировки не может быть, потому что БАДы, они по своей дозировке на 6 раз меньше дозировки фармацевтических препаратов. Еще один вопрос, который нам часто задают. А с какого возраста это надо начинать? Ну допустим, у меня все хорошо, никаких проблем нет, все нормально. С какого возраста начинать? Я спрашиваю, чем ты занимаешься? Кто-то у меня сегодня был на консультации пациент, биофизик, великолепно знает биофизику, все. Я его спросил, а вы где работаете? Он говорит, что я работаю, у меня СВЧ-поле, там все излучение, все такое. Я говорю, и много лет, много лет. СВЧ-поле, телефон. Телефон, кстати, опять же для информации 4G, это уже такие колебания, которые вызывают серьезные проблемы. А некоторые телефоны носят в левом нагрузном кармане, рядом с сердцем. Это тоже. Поэтому мы все находимся на сегодняшний момент в таком агрессивном внешнем окружении, что мы порой даже не знаем, когда наше сердце отзовется. Оно может быть завтра аукнется, это окружение, либо послезавтра. Поэтому времени, когда начинать, я бы так сказал, но не ждите, пока будет звонок. Начинайте уже сейчас помогать своему сердцу. Более того, я хочу сказать, особенно внимания мы обращаем, что проблемы с сердцем начинаются с сосудов. А по сосудам, извините, течет кровь. А кровь должна, как я люблю этот свой анекдот, он мне очень-очень нравится, когда ребенок выучил по биологии одну только тему, про блох. Что блохи кусаются, прыгают, скачут, относятся к классу насекомых. Пришел сдавать экзамен. И учитель ему говорит, сдавай, пожалуйста. Он рассказал блохи к отряду насекомых, прыгают скачутся. Она говорит, второй билет бери, а там рыбы. Он про рыб ничего не знает. И он находчивый говорит, рыбы живут в воде. А вот если бы они жили на суше, у них была бы шерсть. А в шерсти всегда заводятся блохи. А блохи-то относятся к отряду насекомых. Она говорит, молодец, бери еще один билет. Он берет билет, а там верблюды. Ну уж про верблюдов точно ничего не знает. И говорит, ну что, у верблюдов шерсть есть. И длинная. А в шерсти-то всегда заводятся блохи. А блохи-то относятся к отряду насекомых. Они прыгают, скачут и еще и кусают. Поэтому, когда вы начинаете задавать вопрос, а что делать сердцем? Мы говорим, а это сосуды. А по сосудам течет кровь. А кровь-то должна быть расклеена. И эритроциты должны и пошли. И опять анекдот проблок. С какой бы вы стороны ни зашли. Потому что, когда действительно мы сразу вам сказали, желание было в этот кардио-бак вставить столько компонентов. Почему там нет коралловой воды? Да потому что анекдот проблок у нас есть с вами. Потому что вы все пьете воду. Зачем туда еще воду вводить? Что вы все понимаете, что мы даже не сомневаемся, что вы пьете Коралл Дитокс Плюс. И что вы прекрасно понимаете, что там все есть для того, чтобы уменьшить токсическую нагрузку на сосуды. То есть, когда кровь идет в совершенно другого качества, значит, токсины не ранят эти сосуды. Когда сосуды выполняют свою качество, тогда сердце остается только на качатель-качатель. И поэтому оно рассчитано на столько лет безболезненно. А когда оно начинает уже давать вам сигнал, и вы думаете, что его надо успокоить, надо делать антиритмические препараты, чтобы оно начало сокращаться ритмично. По действиям сегодняшних фармакологических препаратов оно восстанавливается на какой-то срок, а потом все срывается. Вы выполнять хотите, вы начинаете, вы все напуганы давлением, особенно у кого это проблема, вы все дома содержите тонометры. А я вам хочу сказать, что это давление, это показатель катастрофы в вашем организме. Это компенсаторная реакция вашего организма, которая направлена на обеспечение ваших клеток кислородом. А если густая кровь? Вы снижаете давление, 4 часа прошло, а потом новая порция абсолютно никаких вроде бы каких-то условий для такого скачка, а оно просто скачнуло, потому что нужно обеспечивать кислородом, потому что кислород это наиважнейшая часть. А у вас нет внимания сосудам, качества крови, и вот они рвутся, эти стенки сосудов. Они рвутся, где вы видите, вам картинку показали. Поэтому сердце это не просто насос. Это тот орган, который реагирует на хорошие и плохие слова. И вы знаете, куча эпитета. Мое сердце ищут. А что мое сердце скажет? Мое сердце устава от боли. Мое сердце трепещет от радости и восторга. Мое сердце, если я вас попрошу положить руку, где у вас душа? Покажите, пожалуйста, положите, где у вас душа. Вот я мало вижу, сколько провожу этот тест, чтобы человек положил на это место, или то, которое ниже пояса. Хотя оно больше, наверное, приносит... У кого-то душа там, у кого-то в пятку. Но душа заболела, и душа радуется. Рука укладывается на то место, где находится сердце. Поэтому, дорогие и хорошие... Полюбите себя, полюбите свое сердце. Подумайте о том, какую огромную работу она выполняет для вас. И что вы для него сделали. Хоть немножко что-то сделайте, чтобы ваше сердце вам всегда говорило спасибо. А спасибо в виде нормального, хорошего ритма, в виде радости в вашем сердце, в хорошем настроении. И, конечно, как финальный итог всего этого, это ваше долгожительство и встречи. Каждому из вас я желаю, как минимум, в 100-летний наберет. Сердце, тебе не хочется покоясь. Сердце, как хорошо нас встретишь ты. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Браво! Конечно, вопрос давайте... Разрешите, пожалуйста, вот сейчас очень у многих людей были операции на сердце, я эту часть людей имею в виду, например, с танкировами. Понял вопрос. Вопрос такой, ваш вопрос. Можно ли принимать вот... Тихо, 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 тихо. Человек принимает всю эфимию. Что скажет зал этот вопрос? Это не лекарство. Ну что? Необходимо. Одно из важных проблем при стентировании это высокий риск повторного тромбоза сосудов. А повторный тромбоз это густая кровь. И если человек после стентирования будет принимать разжижающие таблетки всякого разного плана, я не буду на них останавливаться, но при этом не будет пить воду, у него будет повторная проблема. А если он будет пить физиологическую норму воды, он может смело отменить все те химические препараты, которые разжижают кровь. Я бы так и смело не сказала, потому что здесь есть врачи. Я смело, потому что я кардиолог. Да, потому что люди делают другие крайности. Они и таблетки бросают пить, и начинают здесь косячить, не брать, и начинается конфликт. А потом говорят, а нам сказали все просто. Нет, но тут должен быть индивидуальный подход, это однозначно. Вот, поэтому уточнить. И следующий момент я хочу сказать. Вот этот продукт, который значится здесь, это вот как вот этот продукт. Смотрите, вот нам любезно хорошо приготовили. Скажите, пожалуйста, можно ли это больным с инфарктом, с инсультом, ну вот просто, ну пусть другой продукт будет, да? Не можно. Ну а почему-то нет, вы понимаете? Если мы говорим... И вот это можно? Мы говорим о аминокислоте, мы говорим о энергетике. Вот отсюда все составляющие, которые в кардиопатии. Я проталкиваю другую идею. Человек после шунтирования, с давлением, инфарктом, он кушает? Кушает. Вот сказали бы ему еще не кушать, правда? Так вот весь этот продукт, который здесь есть, это восполнение того, что из пищи он не возьмет. Не дополучает. Вы понимаете разницу? Поэтому все страхи по поводу дозы, передозировки, те, которые... А можно или нельзя? На каком этапе? Вот на каком этапе человек начинает сам кушать? Вот на таком этапе? Пожалуйста. А уже что, если случился какой-то такой процесс, о котором вы сказали, это уже поезд сошел с рельс. И его оттуда достали. Нашли возможность заменить, поменять сосуды, поставить колеса, а человек больше ничего не делает, он ждет следующего крушения. Понятно? Поэтому все вопросы про противопоказания, если не так значатся. А вот если человек уже сошел с рельсом, можно ли ему выпить эту коробочку за один месяц? Мы же уже сказали, можно за день. Можно за день выпить. Нет, конечно можно. Конечно можно. Конечно. Многие считают так, а могу я в усиленном режиме, вот типа месяц пропила, потом больше не пью. Я еще раз говорю, что вот эти компоненты, которые сегодня мы говорим, это не только сердце. Поэтому по большому счету, чтобы вы не принимали его как пак, который только для лиц, страдающих сердечно-сосудистой патологией, проблемой сердца. У меня сердце не болит, зачем я тогда буду пить? Ну можешь не пить. А вообще по большому счету очень удобно. Но сердце у меня есть. А я хочу, чтобы она хорошо работала. Поэтому я буду пить. Пожалуйста, вопрос. Ребенку 12 лет, а в адвокатах второй степени с 7 лет была транзиторная первая степень. Понятно. Вопрос. Вопрос. Можно ли применять? Отвечает аудитория. Конечно. Какие? Вопрос. Тихо. В годовом отчислении, с какой периодичностью, ну нет проблем у меня с сердцем, как применять этот продукт для профилактики? Услышал. Если вы регулярно проходите не менее 6 километров в день, нет вредных привычек, соблюдайте водный баланс, нет никаких стрессовых ситуаций, нормальный сон, все хорошо, все нормально, вы можете попринимать 2 месяца, потом через какое-то время повторить. Но это как один из вариантов. Лично я для себя бы употреблял ежедневно. Постоянно, да? Постоянно употребляю. Постоянно. Еще вопросы, пожалуйста. Ребенку годы врачи ставят, потому что не закрылось это место, потому что будет пароксер. Все вопросы к врачу это не для ребенка, который нет, конечно. Уважаемые слушатели, давайте мы не будем переводить вопросы в сферу консультации кардиолога, потому что я понимаю, у всех есть соблазн получить тут же сразу, немедленно, правильный ответ на болевший вопрос. Это в частном порядке. Еще вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какой прием в день этих капсул? Какой режим? Спасибо. Здесь в инструкции есть инструкция, написано, как принимать, что принимать, сколько раз в день. Все четко написано. Еще хочу сказать, еще раз подчеркиваю, это не лекарство. Выберите оптимальный режим для себя, чтобы вам было удобно. Это поддержка вашего сердца. Когда вам удобно. Мне удобно, я принимаю все это с утра. Зная, что все четыре, у меня сорок четыре, поэтому принимаю для того, чтобы целый день впереди и вообще ну, что называется, вопрос нет. Чтобы сердца работала. Да, пошли утром, приняли душ, гигиену, все сделали и вперед, успеете. Вопросы есть? Нету. Обратную связь, что для вас сегодняшний праздник кардиопака. Пожалуйста. Насколько вы поняли, что вам этот продукт нужен. Постоянно нужен. Отлично. Правильное решение. Так. Выше дилаташ. Всем привет, Екатерина Деева. Ну, уникальнейший продукт, который как профилактика нужен постоянно. Это наше с вами питание. Согласны, Сэль? Согласна. Да, ну, вопрос, как бы, единственное, что вопрос маленьким детям, да, просто вот как профилактика тех, кто уничеств в нашей школе. Пожалуйста, да. Ну, это индивидуальный подход, правда, это индивидуальный. Потому что там встанет вопрос и какая проблема, что в кардиопак. А мы сейчас попросим, у нас есть ведущий специалист-педиатр, пожалуйста, представьте, а на все нам вопросы сейчас ответят. Ну, я сначала хочу рассказать, вообще, вот, эти продукты, которые входят в кардиопак, пока его еще не было, я как-то подсознательно, вы представьтесь, чтобы играть в кардиопаке. Ну, я врач-педиатр. Я эти продукты все пила, все пиво, как вышел кунтокан с того самого начала и все-все-все. И я могу сказать, что это работает на 100%. Я сама почувствовала на своем организме, как это все прекрасно работает и пью, и буду пить каждый день. А что касается детей? Что касается детей, значит, я считаю, что детям нужно обязательно давать. У нас сейчас огромное количество детей с синдромом внезапной смерти на тренировках погибают дети. Вот по Москве в прошлом году 232 ребенка, у которых не было выявлено никакой патологии, ни на УЗИ, нигде, во время тренировок погибли, потому что сейчас огромное количество детей с дисплазией, очень много детей с нарушениями ритма, дети очень страдают от нехватки микроэлементов, от того образа жизни, который сейчас, гиподинамия, и поэтому я считаю, что школьникам обязательно это все нужно давать. Обязательно. Калий и магний это самые главные микроэлементы, которые принимают участие в правильном ритме. Но кошки дают таурин, ребенку нужно дать или нет? Обязательно, друзья. По весу, скажи. Да, значит, по весу детям от 25 до 50 килограмм мы даем половинную дозу взрослых, от 12 до 25, одно третье, но это примерно, вы понимаете, да, что еще раз хочу сказать, что это добавки, что здесь можно превышать телекомудат. Не отравить. Не отравить. детям от годовичка, до года мы даем одну шестую часть, детям от года до трех одну четвертую. Примерно так. То есть не бойтесь, давайте смело. Продукты отличные работают. Когда дети приходят в эти Макдональдсы и им заказывают большую пиццу, ни одна мама не взвешивает ребенка. Сколько же он есть? Ему ставят целую бутылку пепси-колы, ему дают целую коробку пепси-колячий банан завернет. Хоть одна бы взяла и взвесилась. Сказала, тебе нельзя, только у тебя уши 300 грамм весят. Ты куда сейчас наелся? А здесь мы начинаем думать, боже мой, не дай бог, он в оборок у нас упадет от пентакана. И я хочу добавить, сейчас вот на векбре, когда снимают детям ОКГ, у многих детей отмечается нарушение ритма. Они, конечно, не катастрофические, но они есть у многих. И приносят с таким описанием эти кардиограммы, это тоже все нехватка микроэлементов, нехватка минералов, обезвоживание. Огромное количество детей с огромными высокими цифрами гемоглобина. То есть сгущение крови, эритроцитов, гемоглобин огромный, понимаете, элементарно не поят детей и нехватка питания клеточного. Поэтому не бойтесь, давайте. Это, может быть, даже жизни многих спасет. Конечно, может быть, это... Спасибо! Спасибо, спасибо! Дай, пожалуйста, еще раз, подчеркнуть, пожалуйста. Спасибо большое! Я считаю, что вот такое замечание со стороны педиатра, ну, уже, что называется, солидность придала очень. Я хочу что сказать. Оказалось, что я все вот эти продукты ем каждый день и сегодня два раза уже ела. А сколько лет вам? Скажите, пожалуйста, 81-й год. 81-й год! Я просто еще хочу сказать, что я не просто так это все пью, потому что я бывший инвалид по сердцу, практически умерший. И за счет всего вот этого я выжила. Спасибо большое! Спасибо, Доктор. Скажите, пожалуйста, вот такие яркие примеры, которые вам сейчас были предоставлены. Есть еще? Поднимите руку, кто первый раз сегодня пришел. Вообще, новички есть? Или тут только одни старички? Есть новички. Можно вам тогда слово дать? Говорите теперь, вы себя записываете. Первый день? Вот что для вас сегодняшняя встреча? Представьтесь, как вас звать? Откуда вас? Меня зовут Татьяна, я из Мутищ, живу в Мутищах, работаю в Симашко. И как бы вот это вот все мне близко, понятно и очень получительно. Я очень, я за здоровое, сбалансированное питание. А сегодняшняя встреча, что для вас? Сегодняшняя встреча, это подтверждение того, что я правильно пью воду, как положено. Ну и, конечно, биодобавки вот эти вот я как бы не употребляла, но теперь я для себя сделала вывод, что да, наверное, это все-таки нужно и, конечно, буду, как сказать, семью свою подхожу. Спасибо, подсаживаю. А еще про руку, дорогие мои хорошие. Еще, да? Пожалуйста, да. Уважаемые друзья, меня зовут Новосов Александр, я кандидат медицинских наук, врач, терапевт, гастронтеролог, дерматренировок. Сажите видео. Тут просто сложно выходить. Буквально послезавтра у нас будет проводиться стартовая школа в 14 часов. И то, что было сейчас, это была первая часть лунной сонаты буквально. Я буду тоже выступать по кардиопаку, но я не буду слишком активно пересекаться с тем, что прозвучало, потому что невозможно это превзойти. Это просто было гениально. на самом деле. Поэтому, о чем я буду говорить, я буду говорить о целевых решениях, как можно эту программу обогатить конкретно с точки зрения конкретных состояний, что можно еще сделать. Вот это такой большой анонс. Приходите. Спасибо большое. Праздник сегодня стартовал. Специально вас сотрудники офиса продаж ожидают. Те, кто хочет подкрепить, а это так, представьте, праздник сердца послезавтра. И вы себе делаете подарок с таким хорошим, хорошим. Праздник. Всемирный праздник сердца. Каждому сердцу по кардиопаку. Ура! 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 Спасибо! Ура! Ура! Ура!